блокчейн ассоциация это в первую очередь институция которая объединяет это и инструмент где мы идентифицируем друг друга у нас есть сродные идеи и ценности и начинания и делаем что-то во благо направлений как всегда несколько помимо защитной функции которая является основным и это в контексте легала и в принципе всех функционалов основное как бы направление то как родилась наша комьюнити как продолжает развивать это направление и в ассоциации это разработчики мы стараемся минимально лезть в политические темы достаточно критично относимся к имплементации блокчейн солюшена в госсекторе поскольку на данный момент в основном это инициатива как дискредитировать технологии они как улучшить комьюнити солюшены или вообще какие-то решения в этом году очень очень много ресурсов потратили на законопроект ты и написание и критику и в принципе ну какую-то защиту поскольку очень много было инициатив которые в будущем плохо бы сказались на украине но у нас появился достаточно серьезный партнер министерства цифровой трансформации им большое спасибо поскольку за там последние три года это партнер с которым можно вести конструктивный диалог и который максимально старается в непростом как бы заварки фатфа и всех остальных условий которые предполагают не лучшие результаты для децентрализованного нечто и нерегулируемого старается найти вот этот тропинку между капелек чтобы в украине что-то получилось и не просто запретилась касательно хаба да к сожалению он закрылся но учитывая карантин и все что произошло потом не могу сказать что это что-то фатальное у нас он был как минимум альма-матер на тот момент он был нужен и вот эти годы когда это был начале идея потом стал блокчейн хабом мы появились как семья комьюнити семьи и сейчас мы продолжаем общаться у нас есть наши чаты и те же криптоалкоголики где мы есть и себя мы развиваем мы одни из немногих которые за разработку и за образование в этой сфере мы проанализировали что есть что уже сделано то что и книги написаны и курсы запущены университеты очень многие прокачаны мы поняли что нету системного курса который можно было бы сертифицировать и который можно было бы делать peer-to-peer то есть когда нету учителей и тогда мы договорились юнит сити юнит factory у них тогда это называлось сейчас немножко переименовались и их студенты которые уже имеют разработка ческое образование там хотя бы два года среди них прошел отбор и по запустился этот курс он очень интенсивный то есть это два месяца все таки фулл тайма и такого фулл тайма там реально по 16 часов ребята работали и он предполагает чисто дедлайны то есть мы даем задание даем неделю и потом они сами себя перепроверяют плюс наши ментеры даже учитывая все вот нюансы как мы оптимизировали это дорогая инициатива и мы ее как ассоциация в прошлом году делали подарок ребятам но в принципе бесплатный но запускать такие вещи ну в этом году мы не смогли потому что бюджет достаточно крупные и нам тяжело искать партнеров то есть таких как юнит чтобы в юните проводить такие курсы эффективно расстояние должно быть минимум год а может быть и больше то что мне отбирать было не так просто мы тогда отобрали 30 студентов и 20 из них были реально классные сильные ребята но 10 уже были послабее переключать ребят резко с их языка программирования на другой язык программирования и сверху еще и наращивать блокчейн это непросто это все-таки знание и надо уровень чтобы ребят был то украине и другим городам но желательно чтобы появлялись такие центры и объединения где хотя бы можно запустить я вот очень надеюсь на девятнадцать девяносто один который в мариуполе открылся поскольку у них есть локация и надеюсь что у нас будет появляться больше таких мест где мы можем вот так интенсивно запустить такой профильный курс для разработки уже сейчас это не так просто столько столько условий столько факторов чтоб случилось что не так просто даже сделать подарок первое про любое министерство не стоит забывать что это институция которая занимается полиси мейкингом то есть они создают правила они не создают комьюнити они не создают каких-то бизнесы или еще какие-то истории они должны создать правила к сожалению правила создаются не быстро и лоббируются еще сложнее учитывая что у нас очень мульти дисциплинарная тема потому что она касается ну очень многих секторов и и в министерства и нацбанки и ценные бумаги и в принципе очень много таких но кусочков с разных сторон поэтому написать любой текст по нашей тематике это реально кросс дисциплину кросс институциональная история и надо учитывать правила всех и вся наш юрист не может быть чисто финансовым юристом и понимать систему платежек и экономики он должен еще и разбираться в тьме пунктов и реального сектора и виртуального сектора и международного сектора и таких специалистов к сожалению очень мало потихоньку коммуницируем с профильными людьми по разным сферам начали им проводим интро что же это за мир такой и потом уже направляем как бы думая их в те или иные сектор что такое полисе для украины там будет минимум два закона первый это основной в котором идет терминология терминология не криптовая терминология это как транслитерация а что же это такое на юридическом языке государства что вот те термины которые уже существуют в финансовом секторе в других чтобы они ну как-то вот переводили а что ж такое вот этот вот новенькая должны появиться и токены должны появиться много много пунктов которые для нас являются привычными их нету в законодательном поле и их ну вот они как минимум как словарь должно появиться закон не про крипту закон про виртуальные активы и геймеров это тоже касается про сапоги и скороходы про танчики этот текст тоже их касается не знаю насколько они понимают это но к сожалению это виртуальные активы и все наши смарт-контракты и вся вот эта история она уже начинает зарождаться с этих текстов то есть первый у нас такой общий и этот текст очень нужен фатфу мы как бы вся банковская система и финансовая система украина зависит от фатфа и не собирается попадать в черный список находясь все время стабильника в сером но как бы черные не хотят они выключать всю банковскую систему украине как бы мы поддерживаем инициативу в этом направлении поэтому он должен создаться но для нашего комьюнити важен не этот документ этот документ нужен всем а нашему комьюнити нужен второй документ это налоговый смены податковый кодекс украины вот этот текст он сложнее его он очень сильно связан с министерством финансов с министерством экономики где не очень хотят давать какие-то мотивирующие факторы для тех или иных индустрий плюс у нас есть транши международные которые предполагают отсутствие мотивирующих факторов или налоговых льгот или еще каких-то историй но без принятия налогового кодекса мы что получим мы получим прекрасный списочек где финансовые институции будут записаны что вот они существуют вот их там на 200 300 400 единиц которым нужны как-то идентифицироваться лицензии еще по какой-то причине у них кастодиальность присутствует но правило как же платить налоги что делать с ндс как двигаться ну будут трактоваться хвост и в гривах то как про трактурует так и будет поэтому желательно чтобы вот эти пункты были записаны их записать можно только изменение налоговый кодек текст с нашей стороны подготовлены и по налоговому в том числе они согласовываются с стейкхолдерами такими как нас банк министерство и все все как бы заинтересованные лица но к сожалению очень большое сопротивление по инициативе принятия этого на это вообще регистрации и принятие в верховной ради и и этого текста в том числе а а это очень большой риск для вообще всех поскольку первое они то примут потому что им он выгоден а второй вне принятия второго убивает нашу индустрию мы-то это понимаем но достаточно безответственное отношение политиков и в министерствах том числе у них типа сэляви ценных бумаг нет увидите живем ну не будет и вашей крипты вот страшно как-то так и для нас это мы понимаем что они так уже 30 лет существуют но мы не готовы с этим соглашаться скажем так